Это кадры эффектного прибытия в Нижний Новгород колонны участников автопробега России-Корее-2014. Старт этой эстафеты прошел в полдень 7 июля в Москве, откуда участники направились в столицу Приволжья. Нижний Новгород гостей встретил очень тепло и по-доброму. У подножия памятника Чкалову путешественникам устроили приятный сюрприз. Этот автопробег посвящен 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Кстати, у этой эстафеты есть и своя цель. Сейчас, как никогда, этот автопробег поможет сближению государства. Но мы никогда не лезем в политику. Мы осуществляем народную дипломатику. Что касается маршрута, то он проходит как по России, так и по странам СНГ. Планируется, что машины проедут по территории Северной и Южной Кореи, пересекая 38-ю параллель. Кстати, именно этот момент может навсегда войти в историю. Ведь это до сих пор никому не удавалось. Сами участники данной акции отмечают и ее актуальность. Вот я представитель Санкт-Петербурга. Мы очень за это мероприятие рады, что такое должно быть мероприятие. И нет разницы, русский народ должен быть вместе и всегда. Раз приехали корейцы к нам в Россию, пусть 150 лет назад, но мы должны это все упрощивать. По ходу автопробега к колонне в разных городах будут присоединяться и другие участники. Таким образом, к концу международной эстафеты общее число машин составит более 40. Акция продлится вплоть до 25 августа. И за это время об этом грандиозном автопутешествии будет снят документальный фильм.